В чем проблема? Как было, была эффективность взаимодействия ведомства с помощью почты в семь дней. Так оно и остается. И каждый раз в сообщении приходится делать приписку. Ждите официального письменного подтверждения. Конечно, если сравнивать с началом 90-х, прорыв несомненно произошел. Мобильная связь, интернет, факс, экспресс-почта – все это есть. Последние четыре года специалисты Агентства по информационным технологиям вели работу по созданию общероссийского государственного информационного центра. И если межведомственное общение удалось как-то наладить, то кибердиалог с населением вызывает еще много вопросов. Проект сложен тем, что население возьмем 100 миллионов из нашей страны. И с каждым надо взаимодействовать в юридически значимом виде, передачу документов обеспечивать, а с другой стороны защитить персональные данные. Вот как раз с защитой и возникают проблемы. Проходимцы от высоких технологий постоянно норовят взломать различные государственные системы, чтобы добыть персональную информацию граждан. А если это коммерческие проекты, в нем крутятся электронные деньги, атаки хакеров увеличиваются в разы. Все запросы населения, естественно, касаются самого человека. И он указывает свои персональные данные и просит подтвердить свои полномочия. И правительство должно подтвердить эти полномочия. Но они должны быть серьезно защищены и поступить только и только тому человеку, который запрашивал. Таких систем в России нет. В идеале, когда вся страна будет информатизирована, бюрократия исчезнет как явление. Очереди в различных организациях за разного рода справками тоже пропадут. Все вопросы будут решаться по мылу, а паспортные столы и прочие заведения будут сниться лишь в кошмарных снах. Да и то только тем, кто успел их застать. Впрочем, это уже из разряда научной фантастики. Жанна Мясникова, Галина Кашникова, CNews TV.